Здравствуйте! Сегодня приготовим блюдо напоминающее жульон. Популярную горячую закуску, которую сейчас дают достаточно часто. Начнем с макарон. Пол пачки макарон, грамм 250-300, кипяток, пусть варится. Нарежу шампиньоны, ножки удалил, шляпки на рублю. Макароны сварились процентов на 70. Отправляю в дуршлаг, наливаю в сковородку грамм 60-60 оливкового масла. Одна луковица, нарезанная эту луком, отправляю в сковородку. Немножко красного устрого перчика чили и зубчика 3 чеснока тоже нарежу. Лук становится прозрачным, отправляю перчик чили туда, ну и через минуту в шампиньоны. Режу куриную грудку, произвольное количество, кусочки не крупные. Отправляю минут через 3-4 к шампиньонам чеснок, а еще через минуту в куриную грудку. Добавляю черный перчик или смесь перцев, как в данном случае я добавил для аромата. Ну что-то уже начинает более-менее выглядит. Лезу в холодильник за замороженным зеленым горошком и обнаруживаю, что замороженного зеленого горошка у меня просто нет. Вот так бывает. Зато нашлось вот что. Болгарский перчик, нарезанный за мороженое. Отправляю болгарский перчик, не проблема. И тушу минут 10. Еще вот что нашлось. Курула замороженная. Добавлю немножко перу, она здесь не помешает. Сливки 20% миллилитров 300. Добавляю и солю. Я не показал, но уж поверьте на слово. Добавляю петрушку. Вы не забыли, у нас еще есть сваренные макароны. Я не забыл. Добавляю. Сковородка со съемной ручкой, поэтому я могу запекать блюдо прямо в этой сковородке. Но лучше это сделать все-таки в форме. Подача будет красивее. Перекладываю содержимое сковородки в огнеупорную форму и ароматизирую сухими травами. По пол чайной ложки примерно. Ну, на ваше усмотрение. Укладываю сверху сыр. У меня примерно граммов 400 сыра натертого. Самого обычного. Духовка разогрета до 220 градусов. Отправляю туда содержимое на противне. И минут через 20 все готово. Ну, да. Выглядит, согласен. Хорошо выглядит. И вкусно. Разрезать это удобно деревянной ложкой. Как-то вот так. Интересное получилось блюдо. Вкусное, но не особо сложное. Приятного аппетита. Удачи. До встречи.